Привет всем вы на канале Интересно, от ЗСВ, для вас четырехдневный обзор событий в астрономии и космонавтике. Итак, поехали. Боржа Pegasus, принадлежащая НАСА, успешно доставила первую ступень ракеты СЛС в космический центр имени Кеннеди. Таким образом, все основные компоненты сверхтяжелого носителя, а также космический корабль «Орион» оказались впервые собраны в одном месте. Уже в ближайшее время первая ступень будет переправлена в здание вертикальной сборки, там к ней присоединят два твердотопливных ускорителя, верхнюю ступень и корабль «Орион». По завершении сборки СЛС будет вывезена на стартовую площадку, после чего инженеры приступят к серии финальных тестов. Далее ракету подготовят для пуска в рамках миссии «Артемис-1». Формально «Артемис-1» должна отправиться в космос уже в конце этого года. Однако, учитывая двухмесячную задержку с проведением прожига первой ступени СЛС, с очень большой долей вероятности старт будет перенесен на 2022. Впрочем, пока что руководство НАСА не делало никаких заявлений по поводу новой даты пуска. В рамках миссии «Артемис-1» и СЛС должна будет отправить к луне беспилотный «Орион». Он проведет шесть дней на ретроградной селеноцентрической орбите, после чего вернется на Землю. Инженеры компании Aerobus завершили сборку межпланетного аппарата UC. Он уже покинул сборочный цех и в настоящее время направляется в испытательный центр ИСТЕЦ, расположенный в нидерландском городе Нордвик. Там UC будет подвергаться различным тестированиям на выдержку его пребывания в межпланетном пространстве. Испытательная программа в общей сложности рассчитана на 12 месяцев. В нее входит и помещение аппарата в вакуумную камеру ИСТЕЦ на 31 день. По завершении этого теста UC будет переправлен в Тулузу, где его переведут в полетную конфигурацию. После этого проведут финальную серию испытаний, включающих проверку электромагнитной совместимости бортовых систем, а также тесты на развертывание различных компонентов. UC будет запущен в июне 2022 года с космодрома Куру во французской Гвиане. Основной целью миссии являются три крупнейшие ледяные луны Юпитера, Европа, Колесто и Ганимед. Аппарат изучит их и оценит потенциальную обитаемость. Особое внимание будет уделено Ганимеду, единственному спутнику планеты в Солнечной системе, обладающему собственным магнитным полем. В конце миссии UC выйдет на постоянную орбиту вокруг него и изучит, как магнитосферы этого тела взаимодействуют с магнитосферами и Юпитера. Поскольку мощности носителя Ariane 5 недостаточно, чтобы напрямую отправить UC к Юпитеру, ему потребуется осуществить серию гравитационных маневров в окрестностях Земли, Венеры и Марса. Они обеспечат прибытие аппарата к цели в октябре 2029 года. Китайское национальное космическое управление объявило о выборе имени для своего первого марсохода. Он был назван Чжужун, в честь божества огня в китайской мифологии. В организации обусловили выбор тем, что имя перекликается с китайским названием Марса Хосин, что означает «огненная планета». Кроме того, оно имеет и определенное символическое значение. Согласно заявлению Китайское национальное космическое управление, Чжужун должен будет зажечь огонь космических исследований Китая и направить человечество к продолжению исследований бескрайнего звездного неба и неизведанной Вселенной. Чжужун имеет массу 240 килограммов. Ровер будет изучать марсианский грунт и искать химические соединения, указывающие на возможное присутствие жизни. Для этого он оснащен шестью научными инструментами, включающими георадар, детекторы поверхностных соединений и магнитных полей, метеостанцию, а также несколько камер. Чжужун рассчитан на номинальный срок работы в 90 дней. По некоторым данным, высадка Ровера на Марс запланирована на 17 мая. Чтобы опустить Чжужун на поверхность Красной планеты, будет применена комбинация из парашютов и тормозных двигателей. Кроме того, спускаемый аппарат оснащен автоматической навигационной системой, которая, в случае обнаружения каких-либо объектов, способных помешать посадке, должна будет увести его в сторону. Если все пойдет по плану, Чжужун сядет в южной части равнины Утопия, Ютопия планетя, обширной низменности в северном полушарии Марса. В далеком прошлом на ее поверхность выходили грунтовые воды, что делает ее весьма перспективной целью для астробиологических исследований. Аэрокосмический стартап «Интуитив Машинс» объявила о том, что запуск его лунного аппарата «Новат-С» перенесен с октября 2021 на начало следующего года. Таким было решение компании SpaceX, с которой в 2019 метрах «Интуитив Машинс» заключила контракт на запуск «Новат-С» в качестве попутного груза. Для этого будет использована ракета Falcon 9. По словам представителей «Интуитив Машинс», недавно они получили уведомление от SpaceX о том, что из-за особых требований к миссии наиболее благоприятная возможность отправить «Новат-С» к Луне появятся лишь в первом квартале 2022 года. Самые SpaceX пока что воздерживаются от комментариев по этому вопросу. «Новат-С» может доставить до 100 килограммов груза на лунную поверхность. В качестве полезной нагрузки во время первой миссии на его борту будут размещаться пять предоставленных НАСА научных инструментов. За это «Интуитив Машинс» получила контракт на сумму в 77 миллионов долларов. Также «Новат-С» будет нести некоторые грузы и от частных заказчиков, включая ровер компании Spacebit. Лунный аппарат сядет неподалеку от долины Шрётера, расположенной в северо-западной части океана Бурь на видимой стороне Луны. В 1960-е годы эту локацию рассматривали в качестве возможного места высадки позже отмененной экспедиции Apollo 18. По словам представителей компании, на ней нет крупных кратеров или скал, которые могли бы помешать посадке «Новат-С», а плоский рельеф обеспечивает оптимальные условия освещения в течение всего лунного дня. Европейское космическое агентство ESSA опубликовало первый снимок, сделанный новым 56-сантиметровым автоматизированным телескопом ТТ-2. Он размещен на вершине Чилийской горы Ла Силья, являющейся домом для многих инструментов Европейской Южной обсерватории. Изображение в искусственных цветах демонстрирует галактику Центавра, центр фото, и многочисленные звезды. ТТ-2 является демонстратором. Он предназначен для отработки технологий, испытания алгоритмов и методов обработки данных, которые будут использоваться в проектируемой ESSA-сети наблюдательных станций Флее. Ее основной задачей станет поиск околоземных объектов, представляющих потенциальную опасность для нашей планеты. Первый телескоп планируется установить на Сицилии в 2022 году. Сеть Флее будет состоять из четырех полностью автоматизированных обсерваторий. Специальное программное обеспечение возьмет на себя обработку снимков и оповещения астрономов обо всех представляющих интерес находках. В дальнейшем все собираемые Флее данные будут пересылаться в Международный астрономический союз и центр малых планет для последующего анализа и уточнения. Представленное изображение было получено одним из спутников проекта Sentinel-2. На фото запечатлен Бухарест, столица и крупнейший город Румынии. Бухарест расположен в центральной части Нижнедунайской низменности на несудоходной реке Дымболюцеи. Он занимает площадь 225 километров квадратных и является домом для почти двух миллионов человек. Фото Sentinel-2 демонстрирует ряд ключевых достопримечательностей румынской столицы. В центре города отчетливо выделяется огромное строение. Это дворец парламента, второе по величине, уступает по размерам лишь Пентагону, и самое тяжелое административное здание в мире. Его общая площадь составляет 350 тысяч метров квадратных, объем — 2 миллиона 550 тысяч метров, кубичных, вес — 4 миллиона 98 тысяч 500 тонн. В северной части Бухареста находится ряд озер, а на юге — природный парк в Акраресте. Он окружает одноименное озеро и занимает территорию в 190 гектара. На фото также можно увидеть многочисленные сельскохозяйственные угодья румынской столицы. На этом снимке телескопа Хаббл запечатлена планетарная туманность NG 054,2 — 03,4, также известная как туманность Ожерелья. Она расположена на расстоянии 15 тысяч световых лет от Солнца в созвездии Стрелы. В далеком прошлом Ожерелье представляло собой пару Солнца и подобных звезд. Одна из них подошла к концу своего жизненного цикла и начала расширяться, превращаясь в красного гиганта. В ходе этого процесса умирающее светило настолько увеличилось в размерах, что орбита звезды Компаньона начала проходить прямо через верхние слои его атмосферы. Скорость вращения красного гиганта увеличилась. Вследствие центробежной силы он начал активно терять вещество, что и привело к формированию туманности диаметром в два световых года. Характерные яркие объекты, которые можно увидеть на снимке Хаббл — это наиболее плотные сгустки выброшенного газа. Что касается двух звезд, то они настолько сблизились, что расстояние между ними сократилось до нескольких миллионов километров. Поэтому мы не можем различить их по отдельности и видим лишь одну яркую точку в центре туманности. Сейчас светила совершают оборот вокруг друг друга всего за сутки. Представленное изображение было сделано одним из спутников проекта Sentinel-2. Оно демонстрирует регион, известный под неофициальным названием «Космическое побережье», откуда производится большинство американских космических запусков. На этой территории расположен космический центр «Имк Кеннеди». Его основные достопримечательности — это центр для посетителей, огромная взлетно-посадочная полоса, раньше использовавшаяся для посадки шаттлов, здание вертикальной сборки, в котором производится окончательная интеграция носителей и космических кораблей, а также многочисленные пусковые комплексы. На снимке Sentinel-2 отчетливо видны стартовые площадки LC-39A и LC-39. Они были построены в 1960-е для запусков ракет Saturn V. Южнее расположены база ВВС США и город мыс Канаверал. Стоит отметить, что на данный момент лишь 9% площади космического центра эксплуатируется по назначению. Остальная территория — это заповедник дикой природы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...